Всех рад приветствовать, дорогие друзья, на канале ProDvizhenia. В этом коротеньком видеоролике хочу показать вам и рассказать, что же делать, если ваша батарейка очень быстро разряжается на вашем Android-телефоне. Покажу одну настройку, которая реально сделает так, что у вас Android-телефон будет немножко дольше держать батарейку. Понятное дело, не на 100%, но немножко дольше будет держать. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте начинать, поехали! Ну а для того, чтобы сами, дорогие друзья, найти и включить вот эту вот настройку, которая сделает наш телефон немножко лучше, то есть будет батарейка держать немножко дольше, нам для этого, друзья, не потребуется ничего скачивать, устанавливать ничего не нужно, а нужно, друзья, просто перейти в настройку, и дальше у каждого на каждом телефоне будет по-разному, но принцип один и тот же. То есть нам нужно, друзья, найти специальные возможности, такую вот настройку. Она у каждого будет по-любому, но, как я уже сказал, возможно, она как-то будет немножко по-другому отличаться, но именно вам нужно найти специальные возможности. Может быть, она у вас будет называться не специальной возможности, а возможности специальной или еще как-то. То есть, вы ее найдете. Смотрите, друзья, еще раз показываю. Заходим в настройки, дальше есть специальные возможности, и здесь же у нас есть специальный доступ. Нам нужно нажать вот специальные возможности, но нам нужно нажать специальный доступ. Заходим сюда, и в специальном доступе вот это вот настройки. То есть, первое, заходим в настройки, дальше включаем специальный доступ, экономия заряда батареи. Здесь идет вот такая вот загрузочка. Нужно немножко подождать. И здесь сейчас у нас откроются все приложения, которые установлены на нашем Android телефоне Нажимаем вот сюда, вот здесь можем мы отсортировать, то есть все приложения поставить Или же поставить не экономит заряд, и так будет легче Ставим не экономит заряд, пролистаем вниз и выбираем то приложение или игру, которой мы очень редко пользуемся Или бывает такое, что мы ее скачали и вообще не пользуемся Допустим, у меня эта игра, ну вот просто к примеру, да, я вам говорю, у вас какая-то другая игра будет или еще что-либо Называется Subway Surf Заходим в Subway Surf и видите здесь написано экономить, написано экономить и не экономить Экономить рекомендуется для увеличения времени работы устройства от батареи А не экономить батарея может разрядиться быстрее, ограничение на использование батареи в фоновом режиме будет снято То есть вы понимаете, да, то есть если у вас стоит галочка на не экономить, то у вас это приложение работает в фоновом режиме То есть вы включили телефон, отключили, вроде бы как приложение отключено, вы им не играете, но оно все равно у вас заработает Как бы оно, понятное дело, не на 100% работает, а ну как бы немножко работает и понемножку кушает вашу зарядку. Поэтому здесь так и есть вот такая вот настройка, которая называется экономить. Мы ставим эту настройку, написано рекомендуется для увеличения времени работы устройства от батареи. То есть мы ее ставим и после этой настройки вы, ну как бы, понятное дело, что если вы несколько настройок, если вы на какой-то одной игре поставите или на каком-то одном приложении, то ничего не изменится. То есть вы не почувствуете никакой разницы, поэтому вам нужно подключать очень много приложений, которыми вы редко пользуетесь или вообще не пользуетесь, и тогда вы ощутите разницу. То есть вот, допустим, вот эта вот игра, нажимаем готово, отключить. Допустим, если вы там YouTube редко пользуетесь, да, зачем вам надо, чтобы он работал в фоновом режиме? То есть когда вам надо будет, вы зайдете сюда и посмотрите что-то. Вы, допустим, вот я не знаю, там выбираете там Facebook, да, нажимаете экономить. То есть вот таким вот легким способом вы, как бы, ну, реально ощутите и сделаете так, чтобы у вас батарейка держала немножко дольше. Не на 100%, но немножко дольше она будет держать. Поэтому, друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписываясь на мой канал. А также, друзья, пробуйте этот способ. Вы попробуйте, через пару деньков заходите обратно сюда, и давайте будем здесь в комментариях переписываться. У кого получилось, у кого нет, будем пробовать. Если у вас есть какие-то другие варианты, обязательно предлагайте мне. Если вы знаете какие-то другие настройки, предлагайте, пишите. Будем с вами разбираться, и будем снимать ролики на эти темы. Всем, кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.